Друзья, привет! С вами Серж Готовилов. Сегодня не готовим никаких блюд, сегодня выпекаем хлеб. Хлеб злаковый, смесь для выпечки. Сразу предупреждаю, когда покупаете такую смесь, нужно почитать, что нужно для приготовления. Здесь в этой смеси нету дрожжей. Обязательно нужно будет купить сухие дрожжи. И на фотографии здесь, сейчас покажу. Видно, да, что хлеб, сверху у него кунжут. Соответственно, кунжут тоже не идет в комплекте. Нужно будет покупать кунжут. Здесь показан состав данной смеси. Кому более подробно нужно почитать, возьмете, остановите, прочитайте. Печем дома хлеб злаковый, смесь для выпечки. Приступаем к приготовлению. Все буду делать точно так, как написано на оборотной стороне пакета. Для приготовления еще этой смеси нужно будет масло подсолнечное, ложка, какая-нибудь посуда для замешивания, посуда для выпекания. Дрожжи сухие. 7 грамм дрожжей здесь. Нужно добавить 6. Ну, думаю, ничего из одного грамма не произойдет. И кунжут 280 грамм воды или миллиграмм воды. Вскрываем пакет. Отправляю всю смесь в посуду. И нужно добавить в эту смесь 6 грамм сухих дрожжей. Здесь 7 грамм. Думаю, ничего страшного не произойдет. Смесь перемешать с дрожжами. Потихонечку добавлять в воду и перемешивать. Короче, вот так вот все и вылил. Здесь было 200 грамм. Еще добавляем 80. Вот так вот. И перемешиваю дальше. Частично перемешал. Добавляю. Ложку столовую подсолнечного масла. Перемешиваю. Написано, перемешивать тесто 5-7 минут, пока оно не начнет отставать от стенок. Поэтому 5-7 минут буду перемешивать. Вот так вот получилось вымешанное тесто. Но я вам сразу скажу, ребят, это не 5 и не 7 минут. Это минут 20. Для того, чтобы добиться вот такой вот консистенции тесто. На самом деле, труд не очень какой-то из легких. Поэтому, если есть у вас миксер, который тесто взбивает, тесто мест, советую им. Ну, если хотите маленько позаниматься, то можете сначала 10 минут ложкой, а потом руками еще 10-15 минут. запах от тесто. Запах от тесто очень вкусный, прям ржаного теста, прям запах. В тесте есть и тыквенные семечки, и овес плющеный, и кунжут, и семена подсолнечника, по-моему, еще. Запах обалденный. Все, ребят, 20 минут с лишним я вымешивал. Теперь нужно сделать форму небольшую, как написано в инструкции по приготовлению. Положить и накрыть полотенцем. Забыть нужно на 40 минут. 40 минут это должно стоять в теплом месте, без сквозняка. Ждем 40 минут. Спустя 40 минут. Реально работает, ребят. Тесто поднялось. Все, теперь смазал форму подсолнечным маслом. Остатки слим. Теперь заформую, сделаю вот такой вот красивый пирожок. Ровно посерединке положу его. Ну и посыплю кунжутом. Как написано в инструкции, накрыть влажным полотенцем и оставить на 50 минут. Где-то минут за 10 нужно будет включить духовку на 210 градусов. Подготовить, чтобы она была нагретая. Все. По истечении 50 минут. Прям видно, что поднялось тесто. Блин, обалдеть. Ну это реально классно. Обалденно получилось. Я еще добавлю, наверное, кунжута. Не помешает. Все. Теперь это произведение искусств. Убираю в духовку. Напоминаю, духовка должна быть уже разогрета на 210 градусов. Выпекать по инструкции нужно 30-40 минут до получения корочки золотистого цвета. Ну все, в печь. И как по расписанию, до образования румяной корочки. 30 минут прошло. И вот я достал этот хлеб. Ну, сказано, нужно выложить на решетку. Постараемся выложить. Вот такая вот булка получилась. Накрываю полотенцем. И даю отдохнуть. Остынет. Посмотрим, что получилось. Хлеб остыл. И когда я его достал, корка была прям плотная. Сейчас, смотрите. Мягкий. Я не уверен, что я хочу его резать. Но для того, чтобы показать, мне придется это сделать. Разрезу я вот где-то вот так. Вы видите это? Обалденный хлеб получился. Я на самом деле такого не ожидал. Но я хочу обязательно его попробовать. Это нежный хлеб. Это обалденно нежный и обалденно вкусный хлеб. Итог данного обзорчика смеси для приготовления хлеба. Я вам советую купить. Стоит он по-моему в пределах 56 рублей, что-то такое. Или 58 рублей. Но реально тут ну грамм 700 точно получается. Хотя у них написано, что булка хлеба должна весить 650-750 грамм. Вкус превосходен. На самом деле я не ожидал, что именно смесь, которая будет просто продаваться в магазине, из нее получится такой хороший и вкусный хлеб. И поэтому если вам нравится готовить, готовьте. Готовьте вкусно, готовьте часто. С вами, как всегда, был Серж Готовилов. До скорых встреч. Пока.